А здесь у меня друг Генка Морозов, который знает, что я неравнодушен к монетам. Из каменной столицы Татарстан, Ташкаласа, привез мне вот такую вот монеточку. Это 10 рублей 2023 года московского монетного двора. Как-то они вот почему-то по стране расходятся очень с трудом, и иногда какие-то монеты попадаются уже в самом конце года, уже чуть ли не на Новый год. Вот из серии монет 2023 года мне осталось найти 5-рублевик. Одному из коллекционеров дали 5-рублевик в автобусе, который ехал из Камполян. Так что есть надежда и эту монетку, которая мне не достает 5-рублевик, как-нибудь зацепить. Ну, поскольку мы рассказываем про монеты, то хотелось бы вспомнить самые необычные способы использования монет. Монеты – это такой денежный знак, изготовленный из металла обычно. Именно такое определение к слову «монета» можно найти в словарях. Действительно, чаще всего монеты выступают в качестве средства платежа. Но иногда монеты находят самые неожиданные применения. Вот некоторые из них. Перед началом футбольного матча судья с помощью монеты определяет, кто из капитанов команд получит право выбрать ворота, а сопернику предоставляется возможность выполнить первый удар в матче. Были случаи, когда с помощью монеты определяли даже победителя матча. Например, на чемпионате Европы 1968 года послематчевые пенальти не были предусмотрены. В полуфинале, где встречались сборные СССР и Италии, основное и дополнительное время завершилось в нищу. В судейскую комнату были приглашены капитаны команды, где исход был решен с помощью монетки. В итоге финал прошли итальянцы, а для советских футболистов турнир закончился. Мелкие советские монеты образца 1961 года можно было с успехом использовать в качестве весовых гирек. Одна копейка весила 1 грамм, без двушки было ровно 2 грамма, 3 копейки тянули на 3 грамма, пятачок на 5 грамм. Небольшие предметы удавалось взвесить, соорудив нехитрые весы. Даже в магазинах большое количество мелочи продавцы не взвешивали, а просто бросали на весы. Немецкое пиво всегда славилось своим качеством. В пивных немцы проверили качество напитка с помощью простой процедуры. Брали монетку номинала в один фенинг, клали в кружку прямо на пену. Если монета не тонула, а удерживалась наверху, значит пиво сварено с соблюдением всех технологий. А если бы фенинг погружался на дно, то это было прямым свидетельством того, что пивовары слегка жульничают. В 1898 году в далеком сибирском селе Шушинское состоялось венчание Владимира Ильича Ленина и Надежды Константины Крупской. Обряд венчания проводил священник Петропавловского храма Иоанн Ористов. Найти обручальные кольца в Сибири оказалось непросто, поэтому один из цельных рабочих по заказу жениха изготовил их из медных монет. Эти кольца Крупская хранила всю жизнь. В 1913-м на Якорной площади в Кронштадте был торжественно открыт памятник адмиралу Степану Осиповичу Макарову. На гранитном пассамете возвышается 4-метровая фигура Макарова, отлита из бронзы. Именно из Кронштадта в 1904 году адмирал отправился на русско-японскую войну, где и погиб на линкоре Петропавловск. Существовала красивая легенда о том, что монумент был отлит из 5-копеечных монет, которые собирали военно-морские офицеры. Брайан Мэй, гитарист группы Queen, использовал необычный медиатор, монету 6 пенсов. По мнению музыканта, она имела цель и ряд преимуществ перед обычным медиатором. Была более твердой и удобно держать в руке, а ребристые края извлекали особый звук. Интересно, что монеты в 6 пенсов вышли из обращения еще в начале 70-х годов прошлого века. Но в 1993 году небольшая партия была обращена специально для Брайана Мэя. В 1954 в японском дворике штаб-квартиры ООН был отлит необычный колокол мира. Колокол стал своеобразным памятником жертвы атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Для его отливки дети из 60 стран собирали монеты. На колокол нанесена надпись «Да здравствует всеобщий мир во всем мире». Позднее такие колокола появлялись во многих городах планеты. Оказывается, монетами не только можно расплачиваться в магазине, но и применять их для лечения. Еще в советские школьники знали, что к ушибу нужно приложить медный пятак, чтобы не было синяка. Кстати, народный целитель утверждает, что самый лучший лекарь из всех монет советская мелочь – 1,2,3,5 копеек, которая была выпущена в СССР до 1961 года. О лечебных свойствах меди знали с давних времен. Например, в одном из французских архивов был найден документ, в котором сообщалось, что в Париже во время эпидемии холеры не болели те, кто проживали рядом с медиплавильными мастерскими. Ни одному нумизмату не придет в голову применить по прямому назначению пустить в оборот 5-рублевую монету, выпущенную в 1999 году. Этой монете будет отведено самое почетное место в альбоме. Все дело в том, что на данный момент известен лишь единственный экземпляр, обнаруженный в 2009 году. Многие выражают сомнение, не мог же монетный двор выпустить только одну монету. Тем не менее, ее подлинность была подтверждена, а коллекционная стоимость архитета равняется 250 тысяч рублей. Известный русский предприниматель Николай Игумнов поплатился за то, что использовал монеты не по назначению. В 1901 году он во время бала усыпал пол своего московского особняка золотыми червонцами, а на них был портрет царя Николая II. Возмущенный император приказал сослать Игумнова на Кавказ за то, что танцующие пары топтали ногами изображение монарха. Ну что ж, вот такие вот интересности вспомнились про монету на фоне 10 рублей 2023 года московского монетного двора, производства страна Россия. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok